Эй, привет, чуваки, с вами снова Бэмби, я в DCS, решил пройти миссию быстрого старта для Су-25Т, так что погнали. Думаю, будет дуэль недолгая миссия, ну, на 20, ну чё. Цель у нас может быть зеленого дыма, там, насколько я помню, две САУ должно быть, и один грузовичок, ну да. Думаю, РБК сброшу, у меня две РБК-500 на борту, от них избавлюсь, потому что у меня самолет так конкретно передяжелен, сейчас. Так, захожу в самооходку. И чпоньк. С малой высоты. Бадыщ! Кстати, вот, не знаю, чё они с РБК сделаем, но сейчас РБК это просто огонь. Танки только так ими выносить можно. Раньше они не дамажили, а сейчас прям выносят вперед ногами бронетехнику. Я бы их, конечно, на потом оставил. Но, блин, у меня самолет, сами видите, как корова разворачивается, потому что конкретно передяжелен. Вот, еще две РБК-хи тяжелые. Я, в случае, от них избавлюсь сразу. А то у меня самолет разворачивается медленно и печально. Он даже пищит. Второй заход. Второй РБК сброшу. В принципе, не с пикирования, а так, с горизонтального полета, с пологого пикирования сбрасываю. На такой высоте это ерунда. И... Сброс. Посмотрим, чё нанесет моя бомба. Бадыщ! Ну, тоже готов. Грузовичок, думаю, с ВПУ расстреляю. ВПУ, вспомогательная пышечная остановка. Я, конечно, знаю, что это пишется как встроенная. Но на Су-25 она именно вспомогательная. Это, как говорится, не та звезда смерти, которая на 10-м стоит. На Су-25, Су-25Т с ВПУ можно только грузовички расстреливать. Ну, или пехоту. Такие цели, которые особого сопротивления оказать не могут. Так что... Ну, она, в принципе, довольно точная. Зато, если, конечно, не считать тот факт, что снаряд очень сильно ветром вздувает, то нужно желательно по ветру или против ветра заходить. Так, если боеприпасы жалко, грузовички тратить, то почему бы и нет? Так, включу лазерный дальномер на всякий случай. Хотя, вот здесь, честно, даже не знаю, влияет он тут на Су-25Т пристрелье пушкой на что-нибудь или нет. То есть, не более привычнее. Тррр! О, смотри-ка, попал. Тррр! Вот тебе добавки еще. И отворачиваю. 20. Долбанный насморк, простой выше. Давайте. Там вижу группу этих БМПшек, ихних, страйкеров. И... Сколько их там? Четыре? Стоят, блядь. Опа. Что за партизаны там сидят? Ладно, хотя бы я их заметил. Тогда буду вихрями работать. Основное оружие на этом самолете. Вообще, такая довольно интересная идея, вкорячить вертолетные птуры на штурмовик. Жаль, конечно, что он в серию не пошел. Выпустил галитинских образцов изобилия. Еще мне, конечно, мечта глянуть полностью, когда он будет кабина кликабельная. Но это, скорее всего, я со старости помру до этого момента, когда кликабельная кабина появится. Они на обычный Су-25-й-то и не могут сделать, потому что там проблему. Су-25-й же до сих пор еще на вооружении стоит. Поэтому не разглашают им детали все. Чтобы нормально кликабельный сделать. Чувак летит. Как бы хотелось. Это у нас А-10 есть. А-10 все в кликабельном варианте. Су-25, Су-25-й нету. Началька. Так, что у нас тут зомбоящик показывает? Где тут враг? Ага, вон сидят. Читерский захват немного. То есть метка прицельная прилипает. Скидыщ! Вот тебе запуск. Ну то есть шквал, когда подводишь в прицельную метку, она хопится, сама приклеивается. На окуляторе-то, конечно, по-другому делается. Так вот, добавки. По БМП отработаю. Скидыщ! Еще один. Мало, чтобы не разгоняться, он даже тормоз выпустил. Ну и, конечно, у меня все боевое маневрирование на закрылках происходит. Пачка вихрей. По 8 с каждой стороны. Довольно много наземки. Можно закрабить с помощью их. Надо, блин, боту приказать, чтобы он хоть занялся чем-то. Звену. Атакуй цели по возможности. К обычному, что самому придется делать. Второй, работаю по земле. Сейчас, кстати, самолет куда лучше стал маневрировать после того, как я РБК сбросил. Все-таки полегче стал. Но вид назад это никуда не годится, как по мне. Задняя полусфера совершенно не просматривается. Так, сейчас высоту набираю. Две огромные ракеты торчат. С-25Л. Я их потом на танке оставлю. Начинаем разворот на боевой. Если море есть, я всегда со стороны моря стараюсь заходить. Ну, по понятным причинам. На земле маленькие партизаны там с пузырька сидят. Или звуки. Над морем чисто, спокойно. Более-менее безопасности себя чувствовать. Т-Х. Где вы там? Сейчас помещаю метку туда, где враги. Смотрю зомбоящик. Т-ХБМП захват. Владимир Динамер включил. Скидыш. Чет-то поздно, чувак, проснулся. Я уже вышел. Где тут еще один клиент? Клиент, ты где? А, вот ты где. И пути это уже, добавки. Конечно, С-25Т раздавать может, только так. Ворачиваем. А то опять же, что-то подо мной из-за ухо-то спавнится, блин. Ни хрена, не вижу, что сзади происходит. Значит, по побережью движется, говорите. Ну, давайте посмотрим. Сейчас развернусь только. Эйкс. Вон, вижу побережье. Вон, враги катятся, три штуки. О, кстати, смотрю, какая-то козюля еще на побережье сидит. Опять партизаны на звуке. Сначала от них избавиться. Досели они. Думают, что я их не увижу. Не разворачиваюсь. Помещаю метку на побережье. Начинаю смотреть, глядеть. Где он? Какая-нибудь, блин, маскируется-то? Аж не видно. Ай, блин. Это гидатский писк. В захвате я у кого-то. Тщ! Я уворачиваю. Там, вулкан, скорее всего. Зашмаляют по мне. Маневр уклонения. Блин, забыл я как-то в управлении делать эту березку потише. Чтобы не так адски пищала она. Зашмаляют там из всех стволов по мне. Или по союзнику. За мной хвостиком летает. Давай, сейчас ты, может, что-нибудь сделаешь полезное. Какой-нибудь по возможности. Второй, прием. Включил этот сухогруз. Контейнер. Который защищает, так, и ракеты с инфракрасным наведением. И цена всякий. Что-то я их из виду потерял. Где они? А, о, вижу. Выкатились. Мне, конечно, на десятом обзор куда лучше радует. Фонарь без всех этих перекладин. И с нормальным обзором назад. Икс. Второй, на боевом. Второй, облучение земли. Работай тогда. Второй, пуск. По караулю. Вон, вижу, уже вышлиф его. В вихря. Второй, пуск ракеты. Тут что-то разошелся, блин. Пуск ракеты. Сейчас, смотри, накроет тебе. Второй, цель уничтожена. Второй, работаю по земле. Одного пропустил. Второй, на боевом. Второй, пуск ракеты. Стреляет. Да ладно, можешь не париться, блин. Сам разберусь. Отметку ставлю в определенное расположение. Захватываю. Закладываю на длинномер. Включил. Скидыш. Бум. Второй, обнаружена цель. Ради техника, пять часов. Удаление. Четвертый. Обнаружена цель. Объект ПВО, пять часов. Удаление, пять. Опять я захватил кого-то. Ага, вижу, вон. Надымили. Чуваки. Костер решили развести зеленым дымом. Чтоб их заметнее было. Хе-хе. Да. Ну, хотя бы и так их заметил. Вон же видно черные точки. Если даже сильно не вглядываться, то выглядеть можно. Это вот звуки обычно с фоном сливаются так, что их не видать решительно. Так, смотрю. Четыре козюля там. Два танка и две козюля ПВО скорее всего. Че-то чувак фонарики свои пускает, блин. Походу с... Четыре козылям есть ПВО. Давно я эту миссию не проходил просто. Так что уже не помню, где какие враги должны быть. Тут. Как говорится, как первый раз. Так что давайте посмотрим, че там есть, че там нету. Тейкс, 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 че у нас тут есть. Какой-то ПВО пушечное. Скорее всего. Вулкан. Лови тогда. Подачу. Опять пищит. Все, отпищался. Это, ой, град какой-то, пульс снарядов. И так звуки прямо подо мной. Уклоняемся. Штреляет со всех сторон. Смертельный дождь. Так, вот, отстрелю на всякий случай. Болтаемся. Говно в проруби, извиняюсь за выражение. О-о-о, летит. Нежданчик снизу в мою сторону. Или не в мою. Союзника подбили. Бан, меня никто внимания, значит, не обращает. Че эти звуки, блин? Ага, вижу, ты рядом с чащей леса сидит. Зеуха, думаю, ее стоит вынести. Потому что она мне доверия не внушает. Сейчас только отвлечет нее чуть-чуть подальше. Я, конечно, думаю, лучше Зеу-23 вынести. Или ТПО, которое тепловыми ракетами стреляет. Я отвечал Зеуху. Захожу. Сейчас включаю зомбоящик. Шквал. Метку вставлю. Ввожу. О-о-о, не-не-не-не-не. Отворот, отворот. На хрен. Пачку огурцов словил бы прямо рожей. Слишком близко. И ЛТЦ. Все, не вижу, что у меня сзади там делается. Я, кстати, поставил, чтобы ЛТЦ и Диполи нажатием одной кнопки отстреливались. Ну, программер же. Этот. Таргет для Трастмастера. Почему Диполи и ЛТЦ одновременно? Ну, потому что не всегда знаешь, какая ракета в твою сторону летит. Так что лучше все сразу отстрелить для пущей безопасности. Сидит огурец там. Ну, что, я тебя не вижу, а я тебя вижу. Притаились там. Так, тихо, не пищи. Ты не пищим будешь. Разворачиваемся. Сейчас, я думаю, должен успеть захватить и отстреляться по нему. Давайте ставлю на чащу, на эту. Шквал, захват. Глазерный длинномер. Скидыш. Так, и сразу смотрю на это. ПВО, швана ничего веселого не пробовала. Вот, к отношению меня, блин. Все нормально. Подставлю отстрел ловушек. Если большим интервалом. Всякий случай. Гру, бит назад, конечно, не к черту. Нормально, хватит отстреливать. Бать-то, по-воу избавлюсь. По помощи вихря. Развожу, вот, заход. Ну, конечно, вооружение не радует. Этими вихрями можно разбирать без конца, блин. Козюля по-воу сидит. Метку ставлю в расположение. Через шквал определяю, где она находится. Даже сама приклеилась. Скидыщ. Она смотрит на меня, блин. Бэм. Готовченько. Отворачиваем. Все-таки, да, еще за ухо где-то стреляет. Судя по разрывам этих снарядов. Где-то, я, блядь, проглядел еще ее. Так, ладно. А с танками, я думаю, я с 25 элл отстреляю по ним. Зря же я, блин, такую дуру огромную таскаю с собой. Она по танкам как раз в самый разу будет. Так, тут-то у меня вроде все чисто. А, походу, звук где-то в другом месте. Штреляет. Ладно. Пускай дальше стреляет. У меня вон еще нарыв С-8 есть, кстати говоря. Забыл совсем ранее. Думаю, звуки, если найду какие, буду нарами накрывать. С нарами удобно. Развернулся и без всяких захватов пальнул и отвернул. Довольно быстро можно. Универируем нормально со скоростью 300 км в час. Ну, конечно, не совсем нормально, он пищит предупреждение. А, ничего, аккуратно. Поправляем нежно, но уверенно, как говорится. Экс, где эти танки интересные? Ага, вот. Есть захват танка. Возьмем дальномер. Пуск. Чу-у-у-у-у. Тяжеленная ракета пошла. Бум. Мне кажется, что сопровождать их нужно, это, блин, меня не радует. Надо ничего. Давайте повторим. Ой. Сейчас-то где-то совсем близко снаряды разорвались. Сейчас-таки звук явно где-то подо мной стоит. Я где-то не вижу. Две дома. Может, сможет атаковать их. Атакую ПВО. Атакую ПВО. Второй. Не имею возможности. Имею желание. Но не имею возможности. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с возможностями, да? Чё-то я сам разберусь. Я тебя довольно сильно зацепила эта, блин, ракета. Вон, ежевый танк стоит. Захват есть. Силогеный доминомер. Пуск. Мяу. Бэм. Обнаружен ЗРК. А, помню миссия тут. Поломатая, блин. Пишут, что обнаружен ЗРК. А никакого ЗРК в помине и нету. Ну чё. Последние звуки. Найду, где они находятся. О-о-о. Так. Гельчатай, покажи личика. Ага. Вижу. Конечно, сливается с зеленым фоном. Ну чё. Сейчас как раз нарами тебя разбирать буду. У нас самолет уже довольно сильно легкий стал. Маневрирует. Легкий как перышко. Легкий как перышко. Только так уже на нем крутиться можно. Конечно. А там вроде больше ничего не вижу. Ну давай тогда на тебя. Тут у нас чё-то у нас всё спокойное. Оставили этих ЗУшек, блин. Которые с фоном сливаются. Вижу, вижу. Только у меня эти все эти перекладины на фонаре отвлекают. Так. Так. Так, я лазерный дольномер включил. С трёх километров огонь. Потому что неохота близко к тебе лететь. И с трёх километров накрыть должно. Ну, не бронированный, ничё цель. Всё, готов. Дымок пустил. Так, ещё посмотрим чё-нибудь. Ну, кстати, кажется, на дороге чё-то вижу. Возле электроопоры. Сейчас немного устаканюсь. И гляну чё-то. Да-да-да. Вот его хорошо заметить. На зелёной, блин, растительности они с фоном сливаются. А так-то я вижу хорошо. Чувак, никуда не уходи. Тебе понравится. Карусель. Подлетаю. Отворачиваю сразу. Наверное, с 8, конечно, жгут. Всё, готов. Интересно, остался ещё кто-нибудь тут или нет в зоне действия. Так, или номеру включу. Чё-то пока не вижу. Так, я хоть поближе подключу, посмотрю. С пикируем. На цель. Правда, если цели уже умерли. Тут куча костров осталось. Ну, пока по мне ни то огонь не ведёт. Всё, уже доголели. Оп, подождите-ка. Так, откуда это было? Хоть убей, я не вижу, блин. Так-кс. Ну-ка, ещё раз стрельни. А, вот теперь вижу. Я ж попадёшь-то по мне. Стреляет и стреляет. Четыре раза стрельнул. Всё, сдулся. Теперь моя очередь. Сейчас только отлечу подальше. Надо запомнить, что на этом перекрёстке находится. А то на фоне зелёное, то и, блин, теряется у них. Вообще искать сложно. Ну, думаю, это последняя цель, потому что больше в фоне никто не стрелял снизу. Блин, не знал бы, что он там вообще бы не заметил. Сейчас заход выстраиваю. Чё, чувак, и куда я не ушёл ещё? Давай, я иду тогда. Спокойно. Слиза включу. Маркер в зоне расположения цели. Цель захвачена. Лазерный треномер. Ну и в последний раз скидыш. Бэм. Всё. Теперь точно никого не осталось. Эх, можете, как говорится, с чувством исполненного долго лететь на базу, потом полет-посадку не буду показывать, потому что ничего интересного. Ну да, спасибо, что смотрели это видео, и всем пока!